всем бонжур друзья мои как обычно приветствую на легеньком канале или на жизненном мне больше он нравится жизненный канал live channel также есть основной сегодня у нас это я жду сейчас покупатель приедет на прибор ролик последний выпустил кто с кировской области заезжать нашелся покупатель заедет посмотрит теряю время пока сижу с ним погода отличная товарищи звонили и на коп зовут погодите не до этого каша варится у меня о бедная женщина у нас в деревне проблема какая нету общепита у столовых да и соответственно вот я живу когда один юлечка на работе у меня проблема что-то поговорить готовить есть вот эти пельмени мне уже вот здесь стоят да вот эти полуфабрикаты готовить я умею но я не люблю я представляю сколько это время тратите женщины до которые вот там семьями живут она там один-два ребенка в семье я даже не сварить это вот такую чашку и ешьте там все неделю да на каждый день что-то готовить и это такой геморрой хорошо что женщина не родился и у нас в общем проблемы я эти все варю каши в пакетах чуть 20 минут и готова сейчас он довариваться с маслом раз колбасы все сегодня не про это сегодня у нас пойдет вот об этой замечательной технике друзья мои все хотел рассказать пока время есть думаю дайте я расскажу сколько она ездил за этот сезон у нас каждый сезон я плановый отчет о квадранцикле ночью ломалась у нее ломалась где чё покупал доп их дичью в общем сейчас все расскажу так что смотрим пока время есть сейчас я вам все это распятнаю погнали и так квандранцик cf moto 2 а а 500 кубов cf moto 502 а так у него полное название модель 2013 года карбюраторный 1 цилиндровый в общем рассказываю давайте сразу же пробега начнем я уж показывал но пробег нынче у нас 16 566 это где-то я наездил за лето 3000 для квадроцикла вот этот пробег это как для автомобиля я не знаю сколько нам сто шестьдесят тысяч на но учили что да вот все сравнивают пробеги на машинах машина есть какой скоростью да и плюс квадроцик квадроцик за определенное время от точки а до точки б за определенное время пройдет дистанцию гораздо меньше нежели автомобиль дальше у нас здесь еще раз покажу кто не в курсе у нас здесь по тахометру да у вас на жигулях там на фордах еще на каких-то иномар очках у вас две три тысячи д у нас же средняя скорость я езжу 5000 у него дальше уж как к 80 80 километров в час выжимаю зима уже 60 и пошло там на заграничить стараюсь не лезть и примерно у нас 55 тысяч вот соответственно ресурс двигателя уже три раза быстрее изнашиваться из-за этого они не живучие квадроциклы ближе они по нагрузке по грязи ездят мы уже по асфальту не ездим у вас там машинки по асфальту катаются не так изнашиваются а мы же постоянно под нагрузочками так что для него 16 тысяч пробег это такой хороший пробег для квадроцикла без капитального ремонта так вчера я поменял суппорта давайте еще вообще нынче поменял показать вот он суппорт стоит тормозной между прочим но он там не видно из-за колеса сейчас я вам покажу вот он где запчасти приобретал я около квадроцикла есть или будут брать так оставлю ссылочки в описании две группы я там беру в контакте у ребят иногда в китае вода поменял суппорт что примечательно в этом суппорте ни разу колодки не минены были почему потому что идиоты китайские инженеры вот свою шпильку который держит колодки до сделали с потайным шестигранником вот он и он закисает моментально но я когда купила и не придал значение это с опытом приходит что надо тут смазать пластилином сейчас забил я все это смазал профитовой смазкой раскрутил дырочку забил пластилином сейчас буду вот на том ездить смотрите что примечательно за 16 тысяч километров в каком состоянии колодки да это еще живая в этой даже еще до железы не дотерлась 16 тысяч километров ребята задний суппорт так поменял суппорт потому что я бы колодки сменил у меня есть но я не смог раскрутить эту шпильку зараза пришлось купить целый суппорт поменять тормоза прокачиваются моментально вот этими штучками откручиваешь шланчик вставляешь ручку жмешь дальше ручка сломалась у меня но это колхоз я уже рассказывал я не знаю почему идиоты китайцы ставят на ногу тормоз но это неудобно ребят 9 действительно это не автомобили это неудобно постоянно где-то летаешь и на тормоз нажимаешь нечаянно вот самое удобное решение разделенные тормоза две машинки передние тормоза задние передние если сломались например до задние рабочие как у меня машинка сломалась я ездил на передних смело и все если они не разделены с завода то все контур один ломаться ну например вот этот ломаться все тормоза не работают идиотизм я не знаю зачем так конструкторы опять делают что поменял да но это говорю колхоз нынче поставил новый вот она у меня все работает суппорт поменял красоте не фишка в чем еще шланчик не родной стоит внутренний диаметр на 12 сам болт на 10 пришлось через шайбы алюминиевые прокладывать чтоб не бежала шланчик можно заменить неохота 1000 рублей два с половиной метра на алиэкспрессе стоит дальше купил кофр нынче я поставил кофр ссылочку оставлю в описании ребята там с екатеринбурга вообще запчасти дешевую ниже покупал канистры в тот год тоже оставлю там для машин можете для джипов чем приобрести для своих дальше кофр поставил у меня крепления перестали держаться пришлось наварить вот такие дуги для держания лопаты раньше металлоискатель сейчас металлоискатель на эквенокс его в кунге вожу сюда не ставлю вот такие штуки мы допы доварили с пацанами и все что еще нынче заменено было заменены были по так отойду со солнца нижние рычаги по кругу поставил гнуты не нужно как допы ну просто душе захотелось принципе не обязательно это было делать по кругу везде опять же где покупал кофр там же взял соответственно шире стал по колье проходить сзади везде поставил ну по кругу по нижнему да и между прочим на нижних рычагах уже шаровые стоят не от квадроцикла родные вот там шаровые стоят а от citroen от какого-то автомобильчика там что уже надежней гораздо дальше но это не обязательно это допы это не обязательно было менять поменял нынче поставил по кругу амортизаторы новые как видим а у старых вот эти все пыльники порвались почему поменял потому что у меня передний шток побежал перед амортизатор чуть-чуть начал потеть вот на этой стороне купил новый комплект вот здесь у меня шток сейчас не видно его потому что пыльники новые стоят а пыльники все порвались но пыльники почему порвали зимой когда ездишь не терпит резина вот так летом ничего не делается и поменял дальше что будет проделано вот здесь ставятся резинки соленоблоки и со временем тоже разбивают следующий год буду 2 пола ставить дальше по кругу поменены что были но это все в весной а перед тем как выехать сделал поменялся ли на блоке вот этих крепежах рычагах вот здесь все новые крышечки новые все поставил опять же не обязательно было делать но решил все заменить в плане этого по подвеске чудил следующий момент чего ломалась не ломалась больше ничего не ломалась все по двигателю вообще вопросов нету у меня двигатель немножко пакет плане губами он как пакет даже не пакет вот он ведь такой не сухого вида он должен вот такой быть вид сухой вот он почему такой потому что я когда сто лет назад еще когда приобрел его генератор сжег менял генератор у меня следы прокладки остались между вот здесь половинками картеров и я не убрал их на было лаком для ногтями потом уже сказали не лак для ногтей а жидкость для смывания ногтей хорошо эти все прокладки отмачивают я так и поставил старую прокладку где-то не смог отделить потому что начал наш дереть и уже корпус портится дюралетов так и поставил вот он немножечко меня потеет не сказываться не на какие характеристики ни на чего похеру пусть потеет дальше как видели там вот с этой проблемой были фары у меня потело постоянно лампочки заменил тут обе лампочки горели между прочим фары сделаны говно полное но у меня стоит все но блоки розжига там так что если здесь ночью и там езжу где-то так ну не по дороге включаю его а так головного света в принципе хватает также у нас здесь есть эти ходовые габариты вот они у меня мимо постоянно милиция за них ловит они потому что слабо светят приходится на ближнем свете ездить милиция ругаться когда я езжу что у них нихера не видно толку от них никакого нету что еще было породила на какие работают ничего больше ездит ездит уговорю расходники меняю только вообще ничего не ломается тут футфу к подшипники отменял еще точно вот на этой стороне здесь вообще родной стоял подшипник или здесь родной стоял а здесь был мнение поменял но подшипники вообще у меня китайские оставлю потому что оригинал это бесплатно мне 10 штук их прислали продавцы и так и ставлю как раз они на сезон хватает три тысячи четыре тысячи километров ступичные подшипники потом они разваливаются начинают вот на том колесе уже у меня немножко люфтик есть но я опять весной только меня не буду нынче доезжу осталось тут месяц меньше наверно ездить на нем и все а так танк радует вообще про проходимость типа колесо рвал еще да вот эта резина которая покупал обратно я поставила сейчас так ту заклеил порвал колесо нынче вот еще что было точно вот такие это не поломки считаю что вот эти соленоблоки меня вот это все это просто расходные материалы можно и так ездить просто где-то будут чуть-чуть люфтить будут не так красиво но он ездить на ходовое качество не влияет также стоят крестовины у меня поменены были на двух тысячах километров когда еще новый был поставил на все везде ну стоят крестовины там не видно ни хер и не видно почему не фокусируемся здесь обслуживаем а от поджарико везде четыре крестовины стоят 16000 ничем не делается также крестовины хотя есть запасная хочется поменять когда-нибудь но нужды в этом нету потом весной но я наверно показывал это было заменено опять же вот этот кофр уников как он воздушный идет не воздушная от воздушника в общем вот эта штука идет смотрите она какая мягенькая а тогда она была дубовая слетала с карбюратора тоже была заменена сама поменяна так следующий сезон на залезть и вариатор посмотреть что с ремнем по инструкции каждый 2000 на менять тоже 16 тысяч на ездил нихера ему не делается за ремню вот такая машина у меня друзья мои еще рассказать то я не знаю даже лебедка работать все работает все работает чуть-чуть куда-то уходит жидкость хотя нихера уже не ходит летом уходила куда-то до минимума встанет и все толстый говорит знаешь что как проверять ты горит возьми отсюда в трубу пальцем раз и лизни если сладковат значит прокладка еда пропускает я попробовал нихерами не пропускает сейчас про перестала уходить но я думаю из-за чего на этом радиаторе стоит у меня крышка по паспорту должна 1 и 1 атмосферы быть я 0 9 атмосфер поставил от хундай чека для чего чтоб нагрузка на помпу не было на соленоблоге хотим я помпа тоже новая лежит на всякий случай если чего потом тихо поменяю на тебе вроде все рассказал хотя может не все а была проблема еще какая весной 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 когда я его я тебя вслуживаю по веснею перед сезоном вот здесь трещину нашел на раме съездил к андрюхе андрюха мне заварил накладочку сюда поставили и по там вот на раме не знаю почему но она старая была трещина я видать не один сезон не ездил потому что заржавела вся но и ездил и заварили вот такие дела что касается квандранцикла на следующий год планирую обновить автопарк смотрю я на 800 и ашот или возьму машинку у них у них то машинка появилась это литровая было раньше в до 800 кубов у них сейчас литровая стоит почти миллион стоит не знаю осилю не осилю хрен его знает если не осилит у но хочется поменять технику в принципе деньги уже давно откладываю не ем не пью юлечки ничего не покупаю хочется обновить но вездеход взять не знаю получится не получится но цель цель у меня я живу целями цель поставил задача до идешь задачу выполнил следующую цель ставишь и жизнь она полная как стоит да ты живешь целенаправленно а если ты просто говно в проруби валяешься просто на работу сходил и хер с ним перспективы нету все плохо жена жирная дети и дураки сидишь без перспеки меня на бутылочке там выпиваешь такая жизнь меня не хочется и не устраивает я живу целыми поставил там задачу будет она выполнить там год-два-три иду к ней разу выполнять следующую следующую и вот так вся жизнь меня проходит не знаю как у вас в общем хочется если даже повесни не успею то может попозже возьму все равно там но и опять же как на человека предполагает господь располагает у нас как карты лягут но хочется поменять продавать не буду это будет у меня второй потому что машина вообще надежная я езжу я кайфую на нем так и он вообще не убиваем и лезет везде где надо вот так а у меня еще один танк стоит я вам покажу так и с дренажом я нынче щебень не завез стоит все она до следующего дома обшиваясь здесь но здесь по плану еще гараж бы пристроить надо вот такой у меня есть вездеход еще хендайчик полноприводный дизель автомат а не знаю что то у меня как-то у него свои задачи он не больше вездеходная техника плане квадроциклов нравится автомобиль у меня спокойный но пусть будет стоит вот стойники иногда катаюсь но особо говорю удовольствие не получают этой техники так она больше для нужды что-то съесть и перевести на резину между прочим поменять все руки не доходят 12000 вложить в резину и все техника может продам ее в следующий год если не будет хватать денег на новый квадроцик выставлю и не задорого она и на бот вот так и живем ребята так пойду я кашу есть позавтракать надо время уже что-то около десяти до изда обеда заехать обещал не заедет я наверно перед обедом все равно уеду сейчас я игра сейчас ролик смонтирую пока время есть закину его на лайф-канальчик так что а хотел показать вам этот написали мне что-то не почта россии танк то приходила что это вроде китайцы сломали сейчас я вам боковку покажу вот так она была и вся коробка если там видно я его еле достал она вся разбита была мне даже скрипит все представитель почты россии в соцсетях написал комментарий что вроде тэрэ мэрэ мэрэ мы не виноваты и женщина тоже вроде чё-то и внутри сломала танка что ли почта россии да там я говорю как таможню пересекла вот эта коробочка такое ощущение что ногами до речного пинали почта россии следующий раз конечно умнее буду приду с камерой буду фиксировать все это можно было навариться на почтой россии не так-то там бесплатно достался можно стоимость танка было с них содрать я еще бы в плюсе был ну ладно на ошибках учиться все лайки комментарии пишите там я не знаю так я иногда снимаю когда время есть потому что сейчас погодка да там у нас перепахали иногда на бложек на лайф-канал снимать некогда а скоро зима будет снег так у нас даже у меня дома студии нету на делать комнату все я не могу собраться ремонт сделать поставить нормальную студию вот зимой сидеть обзорчики на снимать что-то еще все баню говорят поправь кривая ничего хера не поправила это у меня камера вот так стоит вот сейчас между прочим тоже камера криво стоит не охота мне выравнивать баня поднималась два года назад денег на баню нету начал дом доделать ремонтировать это уже по остаточному принципу когда дом дома сделаны квартиры отремонтированы тогда уже бани беседки ставят мне же еще веранду на переделать мелиорацию делать ну отвод воды потом мне гаражик бы пристроить сюда хочется теплый гараж и потому что зимой столько времени свободно технику от эту перебрать гараж вообще для мужчины это второй дом ладно лайки комментарии я ухожу что-то заболтался всем пока у меня там что-то заболтался мне и что-то заболтался наверное он что-то заболтался ты Продолжение следует...